Доброго вечера, мы Зурканина. Я рада приветствовать зрителей наших каналов. Гарри, Юрий Табах и моего Марии Максаковой во внеочередном выпуске совершенно неожиданной программы. И я думаю, что, знаете, мне правильно посоветовали, между прочим, мои подписчики, немедленно у вас проконсультироваться по этому вопросу. Я вас приветствую, Гарри. Здравствуйте, прекрасная Мария. Повезло мне на этой неделе, потому что у меня с вами две встречи. Это уже счастье. И да, я очень удивлен, потому что меня называют экспортом военным и тем другим. Глупость. Нету экспорта в каком-то таком огромном деле. Но если есть люди, которые имеют какой-то опыт в чем-то, например, в пении, оперном пении. Не в всяком пении, не во всем пении вообще в мире. И там, когда индейцы вокруг костра тоже что-то поют. Я думаю, что вы не очень в этом разговариваете. Вы понятия имеете, но не так сильно. Ну, наверное, может быть, больше, чем я, но все равно это пение вокруг костра. И индейцы там бу-бу-бу-бу-бу. А в оперном пении. Вот у меня, наверное, есть какой-то опыт и какие-то знания как раз в борьбе с терроризмом. Потому что я посвятил большую часть своей жизни этому занятию. Ну, что вы думаете? Нет, никого это не интересует. Потому что они знают, что я не расскажу ничего интересного. Будет скучно. Она лайков не наберет. И как вы думаете, сегодня у меня была передача с Политекой. И что они меня спросили? Почему республиканцы голосуют против помощи Украины? Там 61 миллиард долларов в помощи Украины. Потому что моя песня хороша, начиная с начала. Мне кажется, Андрей Николаевич Лорионов посвятил разбору этого как раз. А многие это... Две недели во всех деталях. Вы говорили об этом много раз. О том, сколько там реальной помощи. Насколько эта цифра не соответствует тому, что действительно пошло бы в случае принятия конкретно этого пакета. Ну, в общем, я вас понимала. И Трамп сказал Орбану, что ни копейки... Я говорю, с каких пор Трамп говорит... Перевели правильно. Я говорю, копейки – это тоже правильные переводы. Я даже не понимаю, с каких пор Трамп говорит в копейках и рублях. А потом, Орбану вы не верили, а вот в этот раз поверили. Да, вот в этот раз один раз поверили. Хотя вот... И вот это вот бескорее. Сидишь и ты думаешь, что эта передача когда-нибудь закончится. Вроде как бы уйдешь, что струсишь. И вот эта тупость и просто стыд и настаивает. Нет, там 61 миллиард помощи Украине. Там даже не написано, что это Билл, помощь Украине. Вы читали? Да, читала. Там 61 миллиард помощи Украине. Там 60... Республиканцы не хотят подавать это на голосание Джонсон. И я думаю, мама, это уже неизлечимо. Это неизлечимо. Это точно. Вот давайте мы всё-таки действительно сегодня... Поэтому я ещё в шоке. Я ещё... Меня терроризировали целый час там. Вот это был настоящий терроризм, я хочу сказать. Мы сейчас с вами попробуем разобрать важнейшую тему. Для того, чтобы мы смогли вместе с вами, а может быть, вы уже эти все выводы сделали, и расскажете нам, как обстоят дела на самом деле. То есть мне бы хотелось с самого начала. Что такое ИГИЛ? Откуда он взялся? Или оно, если это государство. Значит, так они же себя, по-моему, называют. Значит, почему оно так угрожает всем? Откуда эти все возможности? И вот это всё. Расскажите, пожалуйста, как, откуда это всё взялось? И главное, каким образом это по-прежнему развивается, хотя, казалось бы, предприняты были какие-то впечатляющие попытки неоднократно, десятилетиями идёт борьба, но всё как-то вот... Борьба идёт тысячелетиями. Ну, если сначала начинать, то Бог создал землю. Это очень такая тема долгая и нудная. ИГИЛ первоначально взялся из Ирака. Когда мы разбили иракскую армию, был такой спор. Разгонять армию или оставить её? Пентагон был за то, что армию оставить, если они не были в БАС-партии, если они даже некоторые были в БАС-партии, как люди были в коммунистической партии, ещё в какой партии, это не значит, что они враги. Люди там... Шендлер был в нацистской партии. Это такие вещи, надо разбираться индивидуально. Но они решили провести люстрацию, и на этом настаивал наш госдеп, и разогнали иракскую армию. И теперь проблема, потому что некого за полицию, армию... Ну, напомню, что даже после Второй мировой войны мы не разогнали немецкую армию. И не разогнали немецкую полицию. Тех, у кого были военные преступники, или те, которые нарушали что-то, да, тех пытались идти отдать под суд. Но в основном нет. В основном это было невозможно сделать. Мы оставили немецкую армию, она дала присягу теперь или Германии, Новой Германии. И был более-менее порядок в Германии. Также из полиции. Там СССР, СД, Гестапо, это другое дело. Но здесь госдеп настоял на том, чтобы мы полностью разогнали иракскую армию. И это была крупнейшая ошибка. Это была крупнейшая ошибка с нашей стороны, потому что очень много офицеров, профессиональных солдат иракских оказались не в дел. И они стали сплачиваться в банды, искать ответы себе. Их прибрали к себе разные организации. И в том числе был ИГИЛ создан, это суниты. И они как бы первое время вырезали шиитов. Это была у них сунита-шиитская борьба. А потом, конечно же, они стали против американцев, против неверных, стало суперрелигиозное. И они стали извращаться в этом отношении. Этот ИГИЛ, это такие суниты или шииты? Это суниты. Ага, и они против шиитов, то есть против, получается, в основном в Иране шииты находятся, там частично Азербайджан, ещё какие-то страны, где распространение. Шиитов же не так много. То есть они начали в первую очередь боевать с ними. Правильно я понимаю? Ну, как бы идеологически, да. Ну, вообще с неверными. И Сирия, в Сирии, это сам Асад, это Алавит, то есть это тоже одно ответвление. Я сейчас не буду говорить все, потому что людям это не важно. Я почему-то, как раз интересно, как они возникали. Просто, например, Алавиты, они вообще не ходят в мечети. Вот, например, это часть шиитов. Отношение шиитов, да, вы говорите. И отношение шиитов. Поэтому Асад в Сирии воевал, вот война началась, против как раз ИГИЛа. То есть он в какой-то степени был нашим союзником. Русские тоже воевали против ИГИЛа там, и поэтому ИГИЛ объявил войну всем. Турции, Ирану, Сирии, Соединённым Штатам Америки и России в том числе. У них с Россией были свои счёты. Но есть ответвление, потому что ИГИЛ – это не монолитная структура. То есть там одна рука может делать одно, другая – другое, но их объединяет идеология. Где они, значит, отличаются от других? У них нет, как сказать, когда они совершают какой-то теракт или берут заложников, у них нету demands. Требований? А, это значит, для них это, вот это как раз было один из моих вопросов. Потому что, знаете, поразительно то, что вот всё, что происходило при Путине и должно было выглядеть как какие-то теракты и подозревалось очень часто, что за этими терактами стоят сами ФСБшники. Ну, в некоторых случаях это было очевидно, как с рязанским сахаром. Они просто спалились, грубо говоря. Перед этим они взорвали дома в Буйнакске и Волгодонске. Ну, были ещё ряд каких-то других терактов, где тоже непонятно было до конца, кто это сделал. И вот там тоже никогда не выдвигалось никаких требований вот в этих случаях. И поэтому в этот раз, когда произошёл теракт в Крокус-Сити, то же самое никто не услышал абсолютно никаких требований. А вы говорите, что это для ИГИЛ вообще... Это их почерк, да. Это их такой один из... Но там, допустим, в Норд-Осте или в Беслане там были требования. И выдвигали требования там уйти, отпустить пленных чеченских или там, чтобы русские солдаты ушли. У них были требования, но потом это всё превращалось в ужасную концовку и частично виноватых там, конечно же, были федеральные войска. Но это другая тема. И вот ИГИЛ, он не монолитный. То есть там разные ответвления есть. Вот этот вот ИГИЛ-К, это тоже одно из ответвления ИГИЛа. Что у ИГИЛа ещё такое? Вообще все вот эти террористические акты, они идут на смерть. Они смертники. То есть они не собираются уходить оттуда, ну как вот Алкайда совершила 11 сентября в Соединённых Штатах Америки. Они зашли в эти самолёты, прекрасно понимая, что всё. И у ИГИЛа это, они должны, у них нет никаких деменз, нет никаких требований, но у них есть извращение. Они должны это заснять и показать в самой ужасной форме. то есть отрезанные головы, сожжённых детей, медленно топить, душить. И всё это они выкладывают, чтобы был шок. Вот как чем хуже, тем больше они такой шок наводят на общество. Но, когда они это делают, они кричат «Аллах Акбар!», иначе они не попадут туда, куда они идут, если они не крикнут «Аллах Акбар!». Это такие фанатики. Если, ну и у каждой из них там ответвления есть свои. ИГИЛ, это Талибан. Это такая радикальная часть Талибана. Они действуют сами по себе. Вот эти все ответвления. Значит, когда пришёл президент Трамп, он развязал нам руки и сказал «Кончайтесь с ними». И мы разбили ИГИЛ по большому счёту. И оставалось в Сирии немного ИГИЛа. Вот против них как раз россияне воевали в Сирии. Вот это вот были ИГИЛ Ка. Они выходцы из Талибана. Они вот радикальные это крыло Талибана. Поэтому они вернулись. Когда мы вот так позорно ушли из Афганистана, Талибан вернулся, и вот они опять начали зарождаться. Это такие раковые микроклетки, которых мы не успели добить где-то, или они возродились. Теперь, если мы придём к таджикам, как говорится, то тут непонятки. Тут непонятки во многих вещах. То есть они не обучены в лагерях ИГИЛа. ИГИЛа. Они не совсем ИГИЛовцы. Потому что, во-первых, они не кричали «Аллах, Акбар!», они явно такие тупорылые, те, которых поймали. И они пытались уйти. Они не пытались убить как можно больше, включая самих себя. То есть ИГИЛовцы будут убивать, 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 пока их не убьют. Или пока они не погибнут. То есть они не отступают. А эти нет. Потому что я думаю, что они не проходили обучение в лагерях ИГИЛа, но их где-то нашли, их где-то чем-то зарядили, там заразили, сказали «ИГИЛ», сказали «За Аллаха вам полмиллиона рублей». Опять же, ИГИЛовцы не всегда платить деньги, чтобы совершать террористические акты. Эти говорят, что им заплатили. И поэтому они видимо себя так вели. Их послали. Значит, вопрос, почему их послали в Крокос-Сити. На этот вопрос, я думаю, ответа никогда мы не найдем, потому что ИГИЛовцы или вообще террористы в целом они ищут легкое, чем легче, чем больше они могут убить и чем легче, то это значит, у них какой-то был подход туда. Кто-то их туда запустил, каким-то образом они попали в Россию, каким-то образом они попали в Москву, то есть у них проход был пробит. То ли они подкупили ментов, что частенько, что было сделано в Беслане, менты были подкуплены, поэтому они смогли с оружием проехать и взять школу. У них это для них оказался ну я так это опять тут я не знаю, тут мои догадки, что это просто был, что называется soft target. То есть зачем грабить вооруженного полицейского, когда можно грабануть бабушку в переходе. Они ищут легкую добычу. И крокос сети подходил, видимо, по многим параметрам, модно, богато, много народу, и они видимо там явно они подкупили. Без этого не проходили. Местных местных кого-то это часто они делают. За это деньги они платят. Это да. Явно это были не натренированные люди, потому что они даже они кино не смотрели. Если ты кого-то зарезал, то нож надо вытянуть в колодец. Они вместе с оружием, с которым они совершили преступление, сели в этот дрондулет, какой-то рено дешевый, и решили драпать таким образом. Тут нет никакого сенса, что сразу что они поехали в сторону границы и как Путин говорит, там было значит создано окно. в сторону Белоруссии. Путин первое высказал. Ну и в сторону Белоруссии тоже глупость. Но в сторону Украины это супер глупость, потому что чтобы проделать окно через границу Украины, я не знаю, что надо. Надо подкупить там КГБ, надо подкупить там армию, надо подкупить там ГРУ, потому что там такая насыщенность на этой границе дронов, спутников, ты не пересечешь. Это самая, наверное, охраняемая граница сегодня в мире. Значит, если они ехали, шли в Беларусь, то тоже глупость, потому что Беларусь то же самое, что Россия, просто там поймают. Что и получилось, их поймали, насколько я понимаю, насколько я вижу, ни ГРУ, ни контрразведка, не КГБ, а какие-то колхозники. Поэтому они там ухо отрезали, то есть если бы поймали профессионалы, во-первых, я думаю, что они не занимались таким уродством, а во-вторых, если бы даже какой-то псих из них это делал, то они бы это не снимали и не выставляли всем на вид. То есть это были какие-то дилетанты, какая-то местная оборона или еще кто-то, это были, их поймали, потому что они тупые. И кто-то, кто их направил, они специально их туда направили, чтобы их поймали. Вот тут понятно, зачем, чтобы их поймали, это явно было сделано, чтобы их поймали с оружием в этой же машине, в которой они приехали, чтобы нам вопросов не было, что это подставные какие-то или еще кто-то. если бы они хотели по-настоящему уйти, то они бы, я думаю, это я думаю, если бы я планировал, то они бы ушли в Казахстан. Там и граница не такая сильная, и они бы там затерялись, там Китай, и все, и ты их не найдешь. Но они двинулись совершенно в другую сторону, где их должны были понять. Поэтому они, вот эти, они же даже по-русски не говорили толком. Поэтому я думаю, что да, это, наверное, нанятые, плохо обученные и тупые, что по-русски говорится, отморозки, которым убивать людей, там резать баранов, это примерно одно и то же, и они не сильно об этом задумываются. Я знаю, что вы ждете, я к этому приду. Я знаю, что вы ждете. Теперь, смысл этого, этого всего, ну, ИГИЛ делает для устрашения, да, это такие вещи. Но, какую роль тут играют россияне? Я думаю, что это позор российским спецслужбам, что они проморгали такое. Мало того, что они это проморгали, что они это проморгали, как мы проморгали. 11 сентября нас тоже предупреждали, причем наши разные организации знали про 11 сентября, они никак не синхронизировали. Эти уроды учатся летать на самолетах, их подозрев, про них говорят, но все организации вместе с собой после этого вот было у нас создано Homeland Security, чтобы это была связь между разными организациями, чтобы они делились такой информацией, потому что у нас ФБР не делится с ЦРУ, ЦРУ не делится с National Security Agents, эти не делятся с этим, эти не делятся, там 17 у нас контрразведывательных и разведывательных организаций. То есть это большой прокол у нас. Израильтяне, которые супер-супер в охране своей страны, Моссад, там это Шамбак, там это все это такое, армия, они прекрасно знали, что они практикуются, что они тренируются, что они пытаются, что они роют туннели, и они проморгали, и им тоже было сказано, им тоже предупреждали, что это готовится. То есть когда россиянам сообщили это, а им сообщили, мы подтвердили у нас, что это им было сообщено. Даже прямо вплоть до названия конкретного этого Ка и все остальное? Это я не знаю. Я понимаю во всех подробностях. Может быть, во всех подробностях они не могли сообщить, потому что как это обычно работает, что резидент в Москве, глава ЦРУ в Москве, он открытая личность, он не зашифрованный. Всегда в посольстве есть один человек, который открытый ЦРУшник. То есть секрета нет в этом. Это обычно глава резидентов там. и он и лейзан с КГБ, с властями российскими. И вот он приходит со своим так контрпарт сказать по-русски, с тем, с кем он работает на российской стороне, с КГБшником, который их курирует посольством, и говорит ему слушай, дружище, готовится теракт против вас. И вот что мы знаем, такого-то числа, такая-то группа. Ну, по большому счёту всё, потому что они не хотят раскрыть свою систему, свою систему своих агентов, которые им, откуда они это знают. И тут построено много на доверии. Верят они тебе или не верят. Поверили они, может быть, но потом система не сработала, система гнилая. Или, может быть, не поверили, потому что они к концу думают, что они хотят отвлечь внимание, потому что у них тут Украина, а пиндосы явно на украинской стороне, и поэтому им доверия нет. И чёрт его знает, там не сходится. Но я не думаю. Я думаю, они поверили, но всё равно проворонили. Опять же, это моя додумка. Потому что обычно вы не должны, если к вам приходят американцы и говорят, слушай, мы знаем, а значит, они знают. Что-то подслушали где-то, что-то где-то они пронюхали. И обычно это не должно игнорироваться. Но я думаю, что вот эта русская авось, авось, да. Там не только авось, там дело в том, что Путин собрал какую-то их там сходку и на ней сказал, что не стоит поддаваться вот этому шантажу. То есть он демотивировал их полностью. Ну, это как и товарищ Сталин говорил, не поддавайтесь панике, не поддавайтесь провокациям. Немцы уже наступили, уже перешли, уже обстреливают, уже бомбят, а Сталин все говорят, это провокация, это провокация, не поддавайтесь. Есть такое тоже, особенно у диктаторов, которые думают, что они все знают и они все понимают. Ну, а фаноберия такая, самодурство. Параноики, они же еще параноики, что все хотят им пронанести вред и все их пацаны, никто, начинают болеть этой паранойи. Но дальше что происходит? Дальше происходит полный коллапс системы. То есть эти террористы убивают гражданское население, детей, поджигают. И тут противопожарная система, как обычно, не срабатывает. Выходы emergency, запасные или эвакуационные, это традиционно. Они заперты, чтобы не сперли что-то или еще что-то. И эвакуационной системы нет. То есть люди знают, куда бежать, как эвакуироваться. И пожарники приезжают поздно, как тушить тоже не знают. И вот это быстрого реагирования команда, которая должна приехать и освобождать заложников или освобождать, уничтожать, то, что называется SWAT-teams, они приезжают поздно. Они, оказывается, не быстро реагировали. Хотя они рядом находятся, насколько я понимаю. Это понимается. Вообще-то я помню Крокосы, я уверен, что вы его тоже помните. Это был такой Дубай, он охраняемый был во время войны вообще-то. Я помню, там было много милиции всегда в округе. И они не могут зайти в здание, они не могут его атаковать. Почему? Я думаю, потому что они не знают, как. Они тренировались и на коробках советских, а в это здание такое модерное, они не знают. И у них нет плана его. Они не знают, куда бежать, что делать. То есть им надо найти план, им надо этого разработать, им надо это все синхронизировать. Поэтому они начинают эту атаку, когда этих уже нет, и все там уже сгорело, и они начинают заходить в здание. Потому что они были неподготовлены. Обычно эти ребята, я знал русских ребят таких, у них каждый вздох отработан. Работан, отработан. Они каждый день этим занимаются, они каждый день атакуют, атакуют, берут, заложников освобождают. Здесь они неподготовлены. И вот это, конечно, создало такую ситуацию. Теперь, кто это сделал и зачем? Если мы решили, что да, по ходу ИГИЛ там участвует, но это не значит, что кто-то другой не участвует. Этим убийцам, этим отморозкам, кто-то не позвонил, сказал, слушай, мы из отдела работы с гражданами от ИГИЛа, и вот мы хотим вам заплатить, пойдите, убейте. Нет. Там было прокладок много. И кто кому и как, что докладывал и кто оплатил, это надо разбираться долго и изучать долго, и неизвестно ли это когда-нибудь понятно. Это не значит, что там не приняло участие КГБ. Это не значит, что они не спланировали. Это не значит, что они, что у нас называется, пигибэк, то есть присосались где-то сбоку, где-то еще какую-то информацию вкинули, или еще что-то сделали. Это не значит, что они в этом не участвовали. Может быть, они в этом участвовали, и потом все пошло не так, как они хотели. А может быть, они не участвовали, и тоже их это поймало... Врасплох. Врасплох. Сложно это сейчас сказать. То, что эти отморозки ничего не дадут, и это однозначно, они ничего не знают. Они никого не знают, они идиоты. Они просто вот тупые убийцы. И из них ничего не выкачаешь. Поэтому нужно будет теперь работать, если вы хотите правду узнать и понять, это надо будет работать с другими разведками, те, которые вам донесли, что это произойдет. То есть попытаться у них понять, откуда ноги растут, кто это сделал, но здесь, опять же, может получиться, что если вы слишком много будете узнавать, вы можете выйти на самих себя. Здесь тоже такая опасность. Если упростить, то это вот с сахаром. Они занесли взрывчатку в дом, мужики, которые там в гараже или в домино сидят, играют, это увидели, позвонили в милицию, менты приехали, их скрутили. То есть менты не знали. Потом им надо было придумывать, что это учение. И поэтому одна рука тут может не знать, одна может расследовать, расследовать, а потом расследовать, что это мы. И что ты будешь потом делать. Поэтому, может быть, Путин сказал, не обращайте на это внимания, не занимайтесь этим. Я в курсе, что происходит. Мне доложили, не вы, это не ваше дело, это вот этих ребят дело. И они мне доложили, и все в порядке. Сейчас он должен будет разбираться с теми или с этими. И вот это сейчас они контролируют. В остатке дело все в том, что теперь они должны работать, и они работать будут очень усердно над этим, чтобы доказать, показать и убедить хотя бы свой внутренний народ, что это украинцы сделали. То есть украинцы сейчас в опасности из-за этого. И будут использовать, и, может быть, теперь у них не будет, даже у Путина не будет выхода, как атаковать Украину в лобовую и начинать атаку на Украину. Если даже он, может быть, где-то с задними мозгами, думал, ну, может быть, что-то там как-то рассосется. Нет, теперь у него выхода нет. Если они сейчас начнут раскручивать вот эту идею, что это украинцы или украинцы как-то с этим связаны, у него нет выхода, как атаковать Украинке. Ну, вот видите, дело в том, что там все очень странно. В итоге, я так поняла, поймали четверых. Говорилось, что их было, на самом деле, около 20. Потом говорилось, что якобы задержанных 11. В итоге увидели только вот этих четверых отморозков. Значит, потом, что еще странно, стреляли, очень много кадров с этой именно стрельбой, стреляли одиночными выстрелами, но почему-то с искрой. Вы заметили это? То есть, что это вообще за оружие? Я думаю, это модифицированное оружие. Я думаю, это вот новая сайга их оружия. Это охотничьи, которые они попытались модифицировать и выдать этим ублюдкам. То, что они арестовывают других людей, это, ну, там есть сенс в этом, есть логика. Потому что эти четыре, ну, они не сами действовали. Там были помощники, которые их провели, которые их завели, которые им дали оружие, которые им дали машину, которые им дали еще что-то. Там больше, чем четыре человека завязано в этом. Может быть, не четыре всего убивало там или шесть, но... Двадцать вроде. Ну, организовывало это больше людей. Подготавливало взрывчатку, подготавливало план, куда заходить. Там было больше этих людей. Поэтому, если от кого чего они добьются, то, может быть, вот от... Если они найдут внутреннего организатора. Там ведь много людей, много снимало это все на видео, и видео очень много разлетается. Вот. Ну, может быть, это мешает им каким-то образом направлять в им нужную, заданную траекторию весь этот процесс. Но дело в том, что, конечно, пока... Я уж не знаю, как там для внутренней аудитории, но, по-моему, это выглядит совершенно дико. Вот попытки, в принципе, это привязать каким-то образом к Украине. А вот что действительно, мне кажется, их должно волновать, так это то, что ИГИЛ заявил о том, что он только начал. И останавливаться они не собираются. Может быть, нам стоит поговорить о том, как себя вели россияне в Сирии. Может быть, нам стоит поговорить о том, что они сделали с Алеппо. То есть это же может быть просто и в чистом виде. Отдельно просто возмездие за то безобразие... Они говорят, что это возмездие. Они говорят, что это возмездие. И в России, видимо, не концентрировалось над... Концентрировалось над войной с Украиной. У них враг номер один — это Украина. И они использовали этот момент soft target, да. В чем состоит предлагаемая вами стратегия, помимо того, чтобы просто поддерживать режим Башара Асада? Я уже об этом сказал. Мы должны помочь армии Асада. А кроме армии Асада, сегодня с ИГИЛ на территории вообще никто не воюет. Россия не будет участвовать ни в каких войсковых операциях на территории Сирии или в других государствах. Во всяком случае, на сегодняшний день мы этого не планируем. Но мы думаем над тем, как интенсифицировать нашу работу и с президентом Асадом, и с нашими партнерами в других странах. Что это означает? Это означает, что мы в боевых действиях непосредственно наши военнослужащие принимать участие не будут. Не будут воевать. Мы будем поддерживать... Вы имеете в виду авиаудары? Я имею в виду войну на боевые действия на территории. Пехоту. Моторизованные части. Удары российской авиации по целям в Сирии вызвали на Западе крайне неоднозначную реакцию. Ведь согласно сообщениям от сирийской оппозиции, которая противостоит режиму Башара Асада, целью бомбардировок стали их позиции, а также мирные жители. В Берлине призвали Россию разъяснить ее действия. Российские авиаудары не снижают мои тревоги по поводу обстановки в Сирии. Достоверных свидетельств, подтверждающих, какими были их цели и методы, у нас нет. Критика звучит и со стороны США. Вашингтон поддержит действия Москвы лишь в том случае, если они действительно будут направлены против исламского государства, заявил госсекретарь США Джон Керри. Тем не менее, после встречи с главой российского МИДа было решено продолжить переговоры по координации действий в Сирии. МИДЕЛЬНЫЙ АРМИНСКИ, МИДЕЛЬНЫЙ АРМИНСКИ, МИДЕЛЬНЫЙ АРМИНСКИ, ğan-СИРИНСКИ. I ask, what kind of a nation wants to be associated with the mass murder of innocent men, women, and children? The nations of the world can be judged by the friends they keep. No nation can succeed in the long run by promoting rogue states, brutal tyrants, and murderous dictators. In 2013, President Putin and his government promised the world that they would guarantee the elimination of Syria's chemical weapons. Assad's recent attack and today's response are the direct result of Russia's failure to keep that promise. Russia must decide if it will continue down this dark path or if it will join with civilized nations as a force for stability and peace. Hopefully, someday we'll get along with Russia and maybe even Iran, but maybe not. I will say this. The United States has a lot to offer with the greatest and most powerful economy in the history of the world. So today, the nations of Britain, France, and the United States of America have marshaled their righteous power against barbarism and brutality. We have a lot to say in America, we will discuss it on the American border, we have FBR, we have CRU and many other organizations who say that we should be ready to terrorize the act. Then they say that it's because of Afghanistan and it's USP. то есть они критикуют свою же власть то есть это не работники говорят а главы те которых поставил байден что у нас сегодня очень высокий уровень а по опасности лизма и откуда этот терроризм придет из-за открытых границ потому что уже несколько человек а вот одно мы знали что он признался что он террорист и он сходил а сколько их не поймали сколько их сюда зашло и так что наши правоохранительные органы и разведывали органы говорят что ожидать это вопрос времени это не вопрос будет это или не будет это вопрос времени и они же критикуют это из-за того что открытая граница и мы не грани и на нашу территорию зашло много террористов кто такие террористы а террористы это разные есть и они все связаны между собой если люди думают что там шииты не разговаривать с нитами это неправда шиитские террористические организации разговаривают и договариваются хамас с хазблой и и так далее они работают вместе и там и тайгерс и красные бригады они договариваются между собой и ищут подход кто еще участвует очень большой участник и финансир террористической организации это наркокартели наркокартели они отмывают деньги они достают деньги для террористической за откуда идет финансирование надо смотреть и сегодня мы имеем дело что 10 миллиардов долларов было разморожено для ирана администрация байдена разморозила 10 миллиардов долларов иран то есть ожидайте больше террористических они не потратят эти деньги на оливки и хумус для своего народа это будут баллистические ракеты которые полетят на головы украинцев это будут косаны которые полетят на головы израильтян поэтому вот кто у нас террорист а потом надо понимать что мы имеем дело с когда это имеет отношение к россии что мы имеем дело не со страной мы имеем дело террористической организации огромной террористической организации даже может быть который есть ядерное оружие которое возглавляет кгбшник это очень плохая комбинация всего этого и они тоже имеют дело с террористами как хамас как хазбулла как талибан которых они принимают у себя дом но вот еще на не только не дел у них хотя если они его назовут запрещенная организация в россии они тогда вот смогут ее законно принять название к и белка это ответвление это радикальное крыло талибана так теперь скажите мне в кремле же принимать талибан вообще-то и талибан и гил это не 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 только террористический организм это государство у них есть министерство образование здравоохранения их там вот хамаса что-то там коррупция отрубали руки головы все остальное это были такие у них там есть суды и свои да не такие как у нас там шарья но это 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 государство вот и дел это же исламское государство дайсис исламик стоит да вот это как и рака и леванта до дома и поэтому у них есть разные крылья вот есть у них вот эти вот радикально вооруженные террористические крыло поэтому талибан он не полностью террористическая организация она да она исламистская но есть там отдельное крыло как и у ирана вот был убит сулемани он возглавлял вот это вот террористическое крыло которое совершало террористические акты против сша против израиля и так далее вот я хотел спросить смотрите вот талибан он же заезжает общается с этим риббентроповичем лавровым значит посещает кремль и так далее то есть казалось бы там не должно было бы быть вот этого конфликты тем не менее он есть потому что и гилл ну считает своим долгом совершить возмездие за то что сделал путин в алеппо здесь вот как-то так странно это все при том что самим талибаном идет общение ну слушайте все очень странно сам талибан был сформирован откуда взялся талибан талибан взялся от беженцев в пакистан когда советские войска вошли в афганистан многие афганцы ушли как беженцы в пакистан то есть мы соединенные штаты америки финансируем весь бюджет военный пакистан мы почему-то по какой-то я не понимаю какой причине что пакистан нашим союзником наверно потому что индия была союзником советского союза может быть это оттуда еще идет и вот это вот эти афганцы которые пришли в пакистан они организовали свое государство там его в изгнании и он назывался талибан мы где-то тоже поддерживали этот талибан потом вот из талибана а в афганистане организм алкайда вот я был а сама была откуда вышел поэтому иногда вот талибан если как так рассуждать то талибан вообще-то был создан из-за того что советский союз напал на афганистан но потом мы его поддержали теперь из этого талибана вышло вот это вот игил к это это такой это рак такой с такими метастазами трамп отдал приказ уничтожить их всех мы их практически все но вот эти микро метастазы они где-то остались когда мы позорно ушли из афганистана талибан вернулся в афганистан и вместе с ними видимо вернулся вот этот вот и гилка скажите а что за разговор был о том что дескать каким-то образом обама или даже клинтон каким-то образом поспособствовали возникновению ряда вот этих вот организаций ну это сложно сказать потому что многие способствовали этому и из разной из советского союза из россии соединенных штатов америки опять же мы там чтобы разбить советскую армию мы поддерживали вот муджах один откуда появилась алкайда вот этот появился осама бен лан сегодня мы поддерживаем и ра мы напрямую поддерживаю вот как по какой причине спрашивается вопрос байден разморозил 10 миллиардов долларов ирана для чего вот он на их объяснение что таким образом они будут они пообещали вести себя хорошо а каковы отношения между ираном и и гил ну официально плохие потому что иран это щииты а и гил это суниты и но опять же эти все террористические организации они работают вместе то есть если взять эти 10 миллиардов долларов надо прослеживать с деньгами да и кто-то же это финансирует и деньги к ним могут приходить раньше приходим иногда приходили саудовской аравии от других там богатых арабов вот 10 миллиардов они перейдут хама в хазбулу с хазбулы они перекочуют в хамас из хамаса там они будут стрелять по израиле какие-то потом деньги оттуда наверняка попадут в игил к талибану они же тоже помогают друг другу не только вот там франция германия помогает украине а это тоже помогают там они тоже садись ли там если вы совершите вот этот акт против там этих неверных то мы вам дадим они тоже нанимают друг друга они обмениваются опытом вы думаете вот эти отморозки которые стреляли по в крокос свете убили невинных людей а они сильно соображали кто сунит кто щит кто кто а ловит кто кто талибан кто как что такое игилка я не думаю я думаю эти придурки они вообще отморозки они убивали за деньги тупо таким образом если мы говорим о том что вот этих разных прокси которые создавались на изначально одними странами чтобы мешать там какой-то деятельности других стран такие как хазбулла как хамас как хуситы еще туда же как-то талибан и гил и гил кай аль кайда вот это все они представляют из себя ну в общем то слаженные механизмы которые способны к взаимодействию по необходимости я не уверен или они слажены потому что это все равно огромный бюрократический там они тоже дележка у них хазбулла подставила хамас по большому счету а эти пошли думали что они их поддержат они их кинули и теперь хамас значит что с хозбуллой тоже они это это подлые люди это подлая система они если вы думаете они узоко религиозные абсолютно не религиозные это все деньги власть и так далее они используют полудурков в религиозных фанатиков фанатиков да но в основном это но вот эти в этом случае каждый случай конечно же отдельный каждый случай разный всех их по одну гребенку нельзя грести вот эти получились такие полу игиловцы то есть как будто ну как бы преступление которое они совершили да там есть почерк или запах игила но не совсем потому что аллах бар они не орали потому что они хотели свалить они не добивали кого-то там они не стояли до конца чтобы убить еще одного неверного еще одного не пока его не уничтожен и но они идиоты потому что частенько они нанимают неумно что вы не перни мне вам рассказывать вы знаете что иногда нанимают убийцу а он дебил он все что он мог сделать неправильно он сделал просто убил тупо убил не понимаю они не имеют какого-то там опыта знаний или еще что-то эти убийцы они не те так в кино показывают хитрый я думаю что если у человека есть мозг вообще хоть какой-то то он найдет себе занятие лучше чем промышленность это больные люди это они они явно психически неустойчивые и поэтому они принимают неправильные решения но кто их но кто их направляет вот как раз разобрать наверное последнее что мы можем сделать сегодня пока потому что вот именно направляющие там и прочие механизмы это можно в общем больше строить какие-то предположения зато то как пытается российская пропагандистская машина во главе со своим упырем путином как-то вот вывернуть все так как бы это можно было бы медийно использовать вот это этим они заняты очень активно и мне кажется тем что они пытаются это все в для себя каком-то как им кажется выгодном направлении вот все это как-то так канализировать то они тем больше как вот так бы не знаю больше даже подозрений вызывают что раз они это пытаются использовать опять так как они считают и выгодно что вообще за всем этим возможно стоят собственно их же и спецслужбы которые как вы говорите либо присосались какой-то момент либо подсказали либо как-то вот да и то есть это какая-то разветвленная была система с большим количеством в том числе судя по всему утечек потому что опять-таки то что вы сказали про цру которая предупреждала говорит о том что у них не было изначально какой-то слаженности а было много каких-то видимо хаотичных таких вот попыток и поиска наверное вот этих отморозков и так далее на каком-то этапе это стало просачиваться бы это стало вот и теперь мы видим попытку это все каким-то образом обратить себе выгодном не знаю как это вообще можно какая тут может быть вроде бы да казалось бы но при этом первый этап уже есть потому что многие начинают выражать упырю соболезнования то есть кто-то пытается ему еще позвонить там и как-то вот выразить и так далее то есть это же абсурд потому что мы не можем до конца понять имеет ли он прямое отношение к этому или это косвенно то есть он просто абсолютно расписался своем управленческом параличе и неспособности то есть не может он несмотря на всю милитаристскую свою риторику вообще никого там защитить то есть это провал его либо он сам же за ним стоит ну как бы последнее что нужно мне кажется в таком случае делать это каким-то образом ему там название соболезнованиями но тем не менее это первое это политическая корректность соболезнования потому что погибли невинные люди опять же мы не мы не те которые радуемся этому нет конечно мы не убиваем детей гражданское население тем чем занимается россия включая свое население включая традиционно там своих соседей мы не такие и украинские воины тоже не такие конечно нет и рдк и регион свободы россии все сразу сделали заявление о том что они не воюют с мирным населением и наоборот есть может эвакуировать из этих областей где они находятся для того чтобы мир население не страдало в отличие от армии есть путинской которые прикрываются мирным населением есть из израильтяне так есть все цивилизованные армии так есть есть придурки иногда попадаются и их надо отдавать под суд под трибунал есть collateral damage конечно есть но мы не бомбим прицельно гражданские гражданские дома больницы театры и так далее это не мы а носа боли поэтому они считают что нужно сделать соболезнования российскому народу москвичам гостям москвы там погибли дети а как они могли это делают через главу в россии недавно избранного такое такое неудобная ситуация надо признать таким образом мы признаем его главой мы же соболезнования даем так легитимизировался так сработало ему в пользу вот это он использует сегодня он использует что теперь а мы отвлеклись от украины и сочувствуем россии сочувствуем русским людям это тем кто подождите гореть а тем кто накануне устроил самую масштабную атаку ракетную подождите с попыткой с попыткой протаранить днепрогресс и если бы не дай бог произошел бы прорыв то просто и я вот хотел сказать что они выиграли в том что они отвлекли от военного преступления от нарушения женевской конвенции очередной раз бы совершив преступление против человечества то есть бомбить дамбы непрогресс это не позволит это как ядерное оружие использовать то есть до этого дамбу что они пробили а там не было ракета мне они могли сюда это украинцы сами сделали но здесь нету отговорки тут явно они залупили ракеты какой из исход этого будет мы не знаю там тоже могут пойти микротрещины какие-то я не знаю я не специалист но они отвлекли этим внимание от этого но опять же вот эти страны опять же моя администрация который вы же выразила соболезнования я не понимаю в украине гибнет 150 человек дети в одессе ни одного соболезнования озабоченность до ни одного соболезнования не и сегодня вы знаете с утра уже бомбят весь день киев ракетами где соболезнования где какая-то помощь вот в этом он выиграл уже вот он опять уделал всех таким образом и дальше он будет и вся его система будет делать так что этот эстетический акт связан с украиной и украина должна ответить за это как и медведев сразу же это объявил кстати а объявив это кто отвечает за безопасность россии национальной кто возглавляет комитет национальной по он безопасности россии не медведев то есть это его он зам главы совета совбеза возглавляет патрушев а он его заместитель совета безопасности россии значит они не он ли отвечает за это его просто понимаете от непонятная структура которая является таким ответвлением от администрации президента и от администрации вот когда будет оказывать которая понимаете не прописано непорядок звучит звучит безопасность российской федерации я имею ввиду ничего не понятно у них непонятно какая конкретно зона ответственности у них непонятно порядок их значения но тем не менее патрушеву патрушева туда подотчетно сводится фактически все нитки со всех вот то что вы помните сказали что после то есть вы америка создала структуру которая могла бы координировать какой-то момент вот у него у патрушева у него возможность вот он распоряжается там убийцами вот этими башировыми башировыми какими-то там я хочу параллельно он может значит курировать деятельность всех силовых ведомств они вот поэтому в этом смысле вы правы да ну вот я говорю когда когда медведев призывает что те кто виновны в этом ответят он не понимает что он сам отвечает за это он первый кто должен быть наказан за это его организация лидеры лидер с лидерство и главы его организации они профукали это а вот уже сообщение ой по-моему девяти каких-то или восьми каких-то заминированиях они уже там года кого-то эвакуировали из каких-то там залов то есть они сейчас украинцы это сейчас опять они сделают что это украинцы сделали они обезвредили украины вот они молодцы таким образом я уже не знаю сколько еще способны сожрать вранья какими половниками это дерьмо способны глотать россияне тут мне даже как бы сказать слушайте они глотали это тысячелетиями вы думаете сейчас остановится что ли они поменялись я думаю что хороший темп взял благодатный огонь который регулярно нисходит точечно поражая башни гидрокрекинга различных нпз очень жду пока это произойдет с кейши нефтеоргсинтез вот молюсь что благодатный огонь разглядел президент байдена его администрация призвала чтобы украинцы перестали это делать а вы верите что такой разговор мог состояться я верю только в 6 ударный флот и в вас и в вашу силу я им не верю никому но так вашингтон пост объявляет это и белый дом это не опровергает они не говорят нет 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 то есть также как шумар не опровергает что он призывает израильтян убрать своего лидера потому что он ему не нравится такая демократия есть гипотеза мне кажется что я поняла так что первоначально это опубликовала financial times и по моему идея была в том что какие-то действительно наверное агенты влияния какие-то там эти коррумпирующие особые вот эти ценные агенты которые видимо взяли на себя вот эту так сказать важную задачу то есть как-то уговорить подбить вернее соединенные штаты в каком-то виде передать вот такое значит послание но мне почему-то кажется что на этапе когда им казалось что они уже все сделали для того чтобы это послание было передано все-таки соединенные штаты опомнились и поняли что репутационно это слишком ну некрасивая история может быть вообще иметь обратный совершенно эффект и главное что это может всплыть самым непосходящим образом и мне почему-то видится что никто ничего не говорил подобного виде каких-то рекомендаций инструкции украине тем более но дальше недовольные тем что этого не произошло такие же агенты вот сподобились найти журналиста который в financial times все-таки это напечатал и произошел вот этот вброс то есть они не добились первоначального эффекта но затем когда у них не получилось они попробовали медийный эффект таким образом создать вот мне почему-то как-то так это видится я думаю что вы знаете я не знаю как я знаю только что было напечатано что было сказано и я знаю что после этого благодатный огонь снизошел еще два раза чрезвычайно успешно видим украинцы научились от израильтян не слушать этих циничных уродов то мол у меня выборы но вы там дохните пусть вас бомбят но вы не бомбите а то хотя и цензу нет как это может поднять цены на нефть я не знаю но этот вопрос к андрею николаевичу я думаю что больше всего на эти цены сейчас влияет как раз то что хуситы переделали все маршруты то что приходится в обход 7 каких-то как-то для бешеной собаки собаке соберстный крюк но вот приходится все эти танкеры гнать по другому маршруту все это замедляет не все вот еще вот как связь терроризма не все хуситы сказали что китайские российские иранские корабли могут проходить свободно и спокойно они их топить не будут ну вот мне кажется было бы куда лучше если соединенные штаты как-то вплотную бы занялись этой странной такой группировкой которая видите ли террористы причем мне кажется не такие уж многочисленные которые умудряются диктовать соединенным штатам свои условия в том числе влияя как раз таки на цены на нефть и там коалиция и наша авианосная группа и британцы и французы по утрам еще кто-то немцы даже под тем как вот такая армада и вот этих вот вот этих дуриков в тряпках и в сандалиях с баллистическими ракетами они никак остановить не могут и опять же наверное придется израилю делать это грязное дело по чтобы потом их обвинить что вот они агрессоры и вот теперь по поводу ценообразование значит то что проходит эти нпз российские оно в первую очередь учитывая что почти 15 процентов повреждено я надеюсь что уже в ближайшие недели будет все 25 это влияет безусловно не только на ценообразование внутри самой ямы тут бесспорно но еще и на способность этой ямы выделять достаточное количество кровавого топлива для преступного ведения войны вот здесь действительно очень эффективно действует это такое тотальная вечная эмбарго на их переработку нефти переработку потому что сырая нефть как вы понимаете от того что горят нпз не страдает это все-таки не месторождение нефти ну кому она нужна в их сыром виде поэтому это влияет на ценообразование внутри россии тут безусловно я с этим согласна но на американские цены это точно не влияет и даже на общем мировые никак поэтому мне кажется что хороший взят курс и хороший взят темп ну вот поэтому конечно кириши это просто вот оно само напрашивается когда ну знаете это вот прям досадная проплешина вот буду сегодня спать ложится перед сном обязательно помолюсь вы считаете все время я надеюсь что у вас будут сладкие сны что вам приснится что они все сгорели более того я утром проснусь и прочитаю об этом в газетах я вам желаю таких радужных снов а я желаю нам всем такой прекрасной новой реальности вот так что гарри спасибо вам большое спасибо действительно вы все разобрали и я надеюсь что таким образом наши зрители разберутся насколько это возможно в том что произошло хотя конечно вопросов все еще больше чем ответов это всегда так будет до новых встреч уже в горках есть